Братья и сестры, я прошу вас проследить чтение библейского отрывка из послания к евреям. 4 глава, мы будем читать с 14 стиха и закончим чтение уже в 5 главе 10 стихом. Так, послание к евреям, 4 глава с 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник во век почину Мюхиседека». Он в однеплоте своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником почину Мюхиседека». Ну вот наш с вами библейский отрывок начинается словами апостола о том, что у нас есть великий первосвященник, и вот именно прошедший небеса. Ну, я думаю, при чтении вы заметили, что есть несколько таких выражений, которые не сразу понятны, они как-то выделяются, но вот прошедший небеса – одно из таких выражений. Это язык Нового Завета, который охватывает все служение Иисуса Христа. Ну вот, чтобы понять, что значит пройти небеса или пройти через небеса, если читать этот библейский текст на английском языке, нужно подумать о жизни Иисуса Христа в целом или в общем. Ну, это его служение на земле, это его смерть на кресте, это его воскресение из мертвых и вознесение на небеса. И вот Писание говорит, что у нас есть первосвященник, который прошел небеса, ну, в смысле, прошел к самому престолу Бога. Прошел к самому престолу Бога. А в этом послании несколько раз будет повторяться это выражение Христос, который воссел одесную престола Бога, воссел одесную престола величия на небеса. Это и значит пройти небеса, пройти небеса к самому престолу Бога. И вот этот отрывок призывает нас с вами сегодня рассматривать, понимать Иисуса Христа как такого первосвященника, прошедшего к самому престолу Бога. Ну вот мы прочитали с вами отрывок, и он начинается в 4 главе, а заканчивается уже в 5. И вот вы знаете, вот 5 глава, 1 стих, он как бы делит отрывок на две части. И поэтому рассуждения апостолы, знаете, вот они особенны тем, что сначала, вот в конце 4 главы мы с вами получаем применение истины, и только потом изложение этой истины. Ну обычно вот если проповедник готовит проповедь, да, должно быть наоборот. То есть сначала нужно изложить истину, показать истину, и только потом можно как-то прийти к применению этой истины. Ну вот и особенно этот отрывок именно тем, что в данном случае апостол сначала дает нам применение истины, и только затем изложение истины. И применение этой истины, которая вот сразу звучит нам с вами, оно двоякое. У нас есть первосвященник, который прошел небеса. А и что же теперь? Вот апостол Павел говорит, прежде всего давайте держаться исповедания нашего, или держаться веры, которую исповедуем. Ну исповедать, исповедовать, здесь важное слово. Ну не в смысле того, что мы вот что-то с вами сделали неправильно, и нам нужно признаться. В смысле исповедание это открыто возвещать свою веру. Открыто возвещать свою веру. И второе применение, это стих 16, с уверенностью приближаться к престолу благодати. Для чего? Чтобы получить милость для помощи во время нужды. Ну вот при чтении и книг, вот такое бывает, думаю, знаете, что пройдя отрывок какой-то, вы понимаете, что вот нужно вернуться назад, хотя бы несколько страниц назад, потому что только сейчас вот вы поняли, что именно значит прочитанное. Прочитали, поняли и возвратились. Вот я думаю, вот с этим отрывком именно так обстоит дело, вот в 4 и 5 главах послания к евреям. Ну поэтому мы с вами попытаемся, наверное, забежать вперед, что значит, и ответить на вопрос, что значит для Иисуса быть нашим первосвященником, и затем мы с вами вернемся, ну все это будет недолго, это будет коротко, вернемся к применению вот этой истины, мы вернемся к вопросу, ну почему, почему именно эти применения, почему твердо держаться исповеданием, и почему вот с уверенностью приближаться к престолу благодати. Итак, Иисус Христос первосвященник. Или вот вопрос, на который отвечает апостол Павел, каким должен быть первосвященник, что делает и что должен делать священник. Вот чтобы ответить на эти вопросы, Священное Писание показывает нам первосвященников Ветхого Завета. И у настоящего первосвященника или священника должно быть три основных признака, три главных признака первосвященника. Первое – это его назначение, второе – это его характер, и третье – это его призвание. Итак, назначение первосвященника или священника. Это пятая глава, первый стих. Всякий первосвященник из человеков, избираемый для человека, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Каждый, ну, речь идет о первосвященнике, но вообще это была функция любого священника, который избирался из среды людей, он назначен действовать от имени людей по отношению к Богу. Действовать от имени людей по отношению к Богу. Вот священник приносит дары и жертвы за грехи. Ну, насколько это важно для нас сегодня с вами? Я думаю, важно, если подумать об этом в следующем смысле. Дело в том, что мы с вами не в силах справиться со своими грехами. Вот мы с вами не в силах справиться со своими грехами. Вот оказывается, должен быть вот кто-то другой, кто-то другой способный сделать так, чтобы наши грехи были прощены. И вот именно покрытие грехов человека – это причина многих жертвоприношений в Ветхом Завете. Особенно, наверное, вот жертвоприношение, которое совершал первосвященник. Один раз в год, после очень тщательной подготовки, он входил в присутствие Бога, он окроплял жертвенной кровью крышку ковчега, и вот тогда именно в этом служении он просил Бога простить грехи народа. Вот для чего служит священник. Через служение священника мы получаем прощение грехов. Но еще раз повторю, что причина, по которой нам нужен священник, заключается в том, что мы не в состоянии, ну, к примеру, простить себя. Мы не в состоянии простить свои собственные грехи. Нам нужен кто-то другой, чтобы сделать возможным прощение наших грехов. Иногда, конечно, мы предполагаем, что все не так уж сложно. Вот с нашими плохими поступками, с нашими плохими делами, или, если говорить библейским языком, с нашими грехами. Иногда нам кажется, что есть вот кое-что, что возможно сделать нам самим. Вы знаете, в каком смысле? Ну, не кажется ли вам, дорогие братья и сестры, друзья, что наша жизнь иногда нам представляется в форме весов? И вот на одной стороне этих весов у нас есть наши грехи, да, они там лежат, они находятся, наши плохие дела. И вот теперь на эту чашу весов я постараюсь, я стараюсь положить столько добрых дел, чтобы они перевесили злые дела. И вот так вот я склоню чашу весов в свою пользу перед Богом. Как идея звучит заманчиво. И ничего плохого нет в том, чтобы делать добрые дела, делать добро. Однако, дорогие друзья, неважно, сколько вы наберете хороших вещей, неважно, насколько тяжелыми они окажутся, суть в том, что плохие дела всегда остаются. Суть в том, что плохие дела всегда остаются. Плохие дела, грехи, они никуда не исчезают, они там же на весах перед Богом. Большинство из нас, несомненно, ну, я думаю, подсознательно чувствуем, что ну мы хотя бы вот как-то добрыми делами перевешиваем все наши злые дела. То есть хорошими вещами мы, по крайней мере, на 51% окажемся добропорядочными людьми. Вы знаете, вы можете себя легко проверить по отношению к своим хорошим делам. Вот представьте себе такую ситуацию, ну или вспомните такую ситуацию, когда речь заходит о плохом поступке, который совершил вот какой-то другой человек. Ну, что-то мы говорим об определенном человеке, сделавшем плохой поступок. Вот согласитесь, что автоматически мы сразу вот вспоминаем ситуации своей жизни, где мы этого поступка не сделали. Или где мы вспоминаем такие ситуации, где мы поступили противоположно, где мы поступили хорошо, да. И если, ну, язык у нас с вами работает быстрее, чем разум, друзья, мы об этом обязательно скажем. Мы обязательно скажем, что у меня в жизни вот было так. Ну, имея в виду, что не так, как у этого человека. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что, вы знаете, вот добрые дела не всегда у нас на готове. Они даже заряжены, чтобы быстро-быстро их схватить. И независимо от того, как долго назад в нашей жизни мы их делаем, 10 лет, 20 лет, 30 лет мы их найдем очень быстро, и мы их вспомним. Вы знаете, вот почему я это говорю, дорогие друзья? Вот считать свои добрые дела означает идти по очень скользкой дороге. Считать и помнить свои добрые дела – это значит идти по очень скользкой дороге. Даже если это действительно добрые дела, не какое-то фарсовое притворство. Дело в том, что главный все-таки вопрос, когда мы говорим о делах, он заключается в следующем. А как быть уверенным в том, что плохое прощено Богом? Вот главный вопрос. Вот вопрос намного важнее вопроса о добрых делах. «Как быть уверенным в том, что мое плохое прощено Богом?» И обычно вот этот вопрос довольно нелегко сгладить. Обычно этот вопрос довольно нелегко сгладить. Почему? Потому что даже лучшего человека может преследовать этот вопрос. И мы с вами можем быть уверены в том, что этот вопрос станет беспокоить нас в самое неудобное время жизни. Почему? Потому что мы не в состоянии простить свои собственные грехи. Нам нужен кто-то другой, чтобы сделать возможным прощение наших грехов. То есть в этом и есть назначение первосвященника. Здесь еще один момент. Потому что, как мы заметили, Священное Писание подчеркивает, что очень важным является и характер первосвященника. Вот важная квалификация. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим». Ну, невежествующие – это люди, у которых нет знания. Они не знают, не имеют правильного знания и, как результат, заблуждаются. То есть иметь неправильное мнение о чем-то и таким образом заблудиться. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Ну, в чем же вот эта вот важная квалификация первосвященника? Этот человек, вот он говорит о людях, он должен был быть способным мягко обращаться с невежественными и заблудшими. Мягко обращаться с невежественными и заблудшими. Ну, почему? Библейский текст подчеркивает, потому что сам обложен немощью. Потому что сам священник был обложен слабостями. Конечно, одна из причин немощи первосвященников и священников Витского Завета в том, что любой человек, любой человек, он ослаблен грехом. Поэтому первосвященник сначала просил жертву за свои грехи и только потом за грехи народа. Но как бы то ни было, это очень интересное заявление. Квалификация для священника заключается в том, что он должен осознавать и понимать, что значит быть слабым и что значит быть немощным. Почему это так? Я думаю, мы очень хорошо знаем, почему это так. Потому что если мы с вами сделали что-то плохое, мы никогда не пойдем к человеку металлически самодовольному. Мы вряд ли пойдем к тому, кто всегда поступает правильно. Мы пойдем к тому, у кого есть сердце достаточно широкое, чтобы вместить исповедание моих нужд, моих немощей и моих страданий. На самом деле, друзья, вот если вы родители, вы очень согласитесь со мной, что намного легче использовать розгу, ремень, не так ли? Намного легче использовать ремень. И как родители мы это хорошо знаем. Гораздо проще использовать розгу, чем быть нежным по отношению к тем, кто совершает ошибки. Легче использовать ремень, чем быть нежным по отношению к тому, кто совершает ошибки. И именно быть нежным по отношению к тому, кто совершил ошибку, я думаю, вы согласитесь, что это великий дар. Это великий дар родителя. Это великий дар матери, отца. Это великий дар человека. А снисходить к ошибкам других людей. Итак, у первосвященника есть конкретная функция разбираться с нашими грехами. У него должен быть конкретный характер, который привлекает нас идти к нему. То есть мы тянемся к такому человеку. Но есть еще одна вещь, которому необходима. В этом тоже подчеркивает наш библейский текст. Он должен иметь божественное призвание. Это вот пятый стих. Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Ну почему это важно? Ну просто подумайте о служении первосвященника. А служение, вот если вы с вами жили в Ветхом Завете, друзья, ведь представьте, насколько это важно. От того, что делает этот человек, вот зависит мое прощение перед Богом. И, конечно, если от этого человека зависит мое прощение перед Богом, ну самое первое, что я хотел бы, чтобы у этого человека было призвание от Бога так поступать. То есть очень-очень важны плоды служения этого человека. И поэтому Павел подчеркивает и говорит, что Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как в другом месте говорит, ты священник, вовек почину Милхиседека. Да, вот в этом послании встречается, наконец, вот эта фигура из Ветхого Завета, это Милхиседек. И вот на данный момент все, что можно сказать об этом человеке, это священник. А священник, который появляется в 14 главе книги Бытие, он появляется ниоткуда, и затем он исчезает в никуда. И вот у апостола, который пишет это послание, послание к евреям, у него вот такие вот ассоциации с Христом. Почему? А потому что он приходит как бы из прошлого и уходит в будущее. И поэтому Павел говорит, он пребывает навсегда. То есть вот показывает связь. Да, первосвященники Ветхого Завета приходили и уходили. И мы, скорее всего, можем с вами насчитать несколько десятков поколений, которые приходили и уходили. А вот Христос, как он говорит здесь, он пребывает вовек. И затем, конечно, вот Христос выполняет все эти квалификации. Я думаю, сразу обратили внимание на квалификацию характера, не так ли? Это в 7-8 стихе. Он в однеплоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанием. Ну вот, я думаю, мы поторопились бы спросить, человек, который писал это послание, апостола, да, друзья? Ну, скажи, пожалуйста, когда Христос вот так плакал? Вот, читая Евангелие, мы с вами знаем, что он плакал над Иерусалимом. Ну, конечно, вот, когда мы пытаемся все это сложить вместе, именно Гефсимане, она кажется наиболее яркой иллюстрацией этих слов. То есть большего или лучшего вот сюжета в жизни Господа невозможно найти. «Душа моя скорбит смертельно». Это его слова в Гефсимане. Или написано, что «находясь в барении, он прилежнее молился». Молитва к тому, кто мог спасти его от смерти. Ну, не в смысле, вы знаете, предотвратить его смерть, а вот в смысле провести его через смерть в воскресенье. Конечно, это напоминает нам с вами скорбные минуты Гефсиманского сада. Многие из вас хорошо знают, что некоторые события жизни на человека действуют именно физически. Некоторые события жизни на человека действуют именно физически. Ну, в обморок иногда люди падают, когда слышат какую-то вещь, какую-то новость. Вот неудивительно, что в Гефсимане звучали очень громкие слова. «Авва, отче! Все возможно тебе! Пронеси чашу сию мимо меня! Но чего я хочу, а чего ты?» И вы помните, как вот ведет нас с вами повествование евангельское, да, что Отец посылает ангела-искупителя. Даже ангел-искупитель пришел, чтобы как-то укрепить. Ну, согласитесь, друзья, конечно, часто мы с вами думаем, что уж если придет ангел, все будет хорошо. Да, мы иногда так молимся, говорим, Боже, пошли ангелов своих, да. Друзья, вот библейское повествование об Иисусе Христе – ангел пришел, а лучше не стало, хуже стало. То есть смысл библейского повествования в том, что для чего пришел ангел? Да потому что то, что предстоит, намного мрачнее того, что было. То есть даже когда пришел ангел, ну, не стало лучше. Вы знаете, Христос, в чем смысл повествования, друзья, слов, Христос не искал путей избавления при помощи сверхъестественных средств. Для нас это очень важно. Христос не искал путей избавления при помощи сверхъестественных средств. То есть ни в коем случае сегодня мы с вами не можем возразить и сказать, что вот поскольку Он был Сын Божий, вот для Него все было иначе или было легче? Он не прибегал к чудесным средствам, чтобы утолить голод в пустыне. Он отказался призвать ангельские силы для спасения от врагов. Знаете, почему? Потому что Он знал путь воли Отца. И этому пути Он следовал до конца. И в этом заключается Его смиренная покорность страданиями навык послушанию. И вот в отличие от всех священников Ветхого Завета, вот поскольку Христос никогда не грешил, Он достаточно силен, чтобы помочь нам в нашей слабости. И теперь мы с вами знаем, что наш первосвященник, он был испытан таким образом, как и мы. То есть он стал источником вечного спасения для всех, кто повинуется Ему. Вы знаете, вот первосвященники, вот опять подчеркивает апостол Павел, вот ему нужна была жертва, чтобы даже начать служение. То есть он не мог начать свое служение до того, как он принесет жертву за свои грехи. Вот Иисус уникален во всей этой истории. Почему? Потому что Он без греха. Вечный Божий Сын в нашей плоти. Он уникально квалифицирован, чтобы принести себя в жертву за наши грехи. Да, вот читателям этого послания, им еще предстоит прочитать, узнать, что кровь животных, она не является подходящей жертвой за грехи мужчины и женщины. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А поэтому Христос приносит эту жертву, одну совершенную жертву, полную жертву за все грехи всего народа. И поэтому, как священник, который приносит жертву, Он является тем, от кого исходят все наши с вами благословения. Но теперь вот давайте попробуем вернуться к вопросу, с которого начали. Почему же эта истина имеет такие применения? Почему истина об Иисусе Христе, как о первосвященнике, прошедшем небеса, имеет вот эти вот применения? Это, вернемся, 4 глава, конец 4 главы. Мы будем твердо держаться исповедания нашего и посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Итак, ну почему твердо держаться исповедания нашего? Твердо держаться веры, которую исповедуем. Ну, конечно, в первую очередь, ну, я думаю, полезнее всего будет узнать, как эти слова или что эти слова значили для тех, именно кому они предназначались. Вот, и только потом мы сможем применить это как-то к себе. И мы начинаем представлять себе людей, которые читали это письмо. И мы начинаем представлять себе, ну, хотя бы некоторые события жизни этих людей. То есть послание у нас называется послание к евреям, да, и уж точно мы знаем, что это были евреи. А евреи, мы делаем предположения, которые стали христианами, и теперь они переживали испытания, а, правильнее сказать, переживали искушения вернуться в иудейство. И вот, знаете, вот здесь, мне кажется, описаны такие, может быть, обыденные жизненные ситуации, да, где людям приходилось как-то исповедовать свою веру, где людям приходилось как-то говорить о том, что они теперь христиане. Ну, представьте себе, евреев, да, они не работают в субботу, а работают в воскресенье. И вы вот в этой своей маленькой общине еврейской, где все друг друга знают, и все друг о друге все знают. И вот вас спрашивают, а почему ты в воскресенье не работал? И вот этим вот евреям, которые стали христианами, им теперь нужно сказать, вы знаете, мы Богу поклоняемся в воскресенье, потому что Христос воскрес в этот день. О, так вы христианин, или, ну, представьте себе простые, обыденные, банальные жизненные ситуации, когда у вас есть родство, у вас есть родственники, очень близкие родственники, может быть, даже это ваши родители, братья и сестры, которые собираются праздновать еврейские праздники, а вы как-то ведете себя не так. И снова вас начинают спрашивать, слушай, ты что совсем другим стал? Или вы приходите на работу и работаете среди тех же самых евреев, да, и вот все у вас, постоянно вас о чем-то спрашивают. То есть вы понимаете, друзья, что вот эта вот угроза, угроза того, что мир закроет нам рот. Чтобы мы ничего не говорили о Господе Иисусе. Ну, а теперь как это привести в наше с вами время? Я тоже думаю, знаете, эти бесчисленные ситуации, когда у нас появляется возможность исповедовать свою веру, открыто сказать о своей вере в Иисуса Христа. И вот важно знать следующее, дорогие друзья, нам, христианам, часто приходится сталкиваться с угрозой этого мира, чтобы помешать нам говорить о Господе Иисусе. Я уверен, что это случилось с вами на прошлой неделе, это случилось со мной на прошлой неделе. Я уверен, что это случится с вами на следующей неделе. Я уверен, что это случится со мной на следующей неделе. Кто-то использует имя Господа в суете. Что мы с вами сделали? Или кто-то вдруг может сказать, что, ну, сегодня уже не жарко, но, может быть, летом было жарко, как в аду. Возникает ситуация, когда для нас была открыта дверь, чтобы исповедовать свою веру. А мы с вами подумали, ну, как-то неловко. Не знаю, как отреагируют эти люди. Однако, прочитайте внимательно эти слова, друзья. Вот вы не найдете здесь упрека. Меня это удивляет и как-то приближает к этому библейскому тексту, потому что я не вижу здесь упрека. Это не упрек тем, кто мог сказать о Господе и не сказал. Здесь того вы не найдете. Апостол говорит, чтобы напомнить нам с вами обетование Господа. Вот это вот евангельское обетование, он говорит, ну, не забывайте, всякого, кто исповедует меня пред людьми, я исповедую пред Отцом моим Небесным. Вот Павел как бы напоминает нам и говорит, что вот помните о Господе, который около престола величия на небесах, который как бы вот стоит перед Богом и говорит, Отец, видишь ли ты моих детей, видишь ли ты вот моих учеников, которые следуют за мною, пошли им силу. Помоги им знать, что я здесь, перед престолом величия, дай им силы быть верным. Вы знаете, почему, друзья? Потому что на самом деле именно здесь, именно здесь в исповедании нашей веры мы очень слабы. Именно здесь наша с вами немощь. Знаете, Павел думает именно об этом. Он думает о том, что испытания приходят, и нам нужно, чтобы кто-то поддержал нас, чтобы мы могли быть верными свидетелями и хорошо исповедовать нашего Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, мы христиане. Вызов всегда существует. Вызов всегда существует. Нам нужен великий Спаситель, чтобы знать, чтобы исповедовать Его безопасно. И по Его милости мы с вами будем плодотворны. И, конечно, есть еще одна слабость, в которой мы очень, очень, простите, еще одна область, в которой мы очень слабы. Некоторые из нас изо дня в день страдают от боли, о которой мало кто знает. Для некоторых из нас это физическая боль, а для других это боль глубокой скорби. Многие из нас чувствуют себя слабыми, кого-то беспокоит искушение. Вы знаете, вот я думаю, как маленьким детям нам нужен, очень нужен кто-то, кому могли бы приходить со словами «Помоги мне». Кому могли бы приходить со словами «Помоги мне». Мне даже кажется, написано, знаете, как-то вот по-детски, чтобы мы представили себя именно маленькими детьми. Вот так просто написано. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь. Я помню, когда наши дети были маленькие, один из наших мальчишек, я не помню, о чем шла речь, но вот о чем-то мы говорили, он подбежал ко мне, прыгнул ко мне на шею и говорит «Папа, я не хочу быть плохим». Я вот так вот думаю, дорогие друзья, братья и сестры, ну ведь как будто бы вот так вот написано для нас с вами. Как будто бы, чтобы мы вот пошли Господу к Спасителю вот с этими словами «Папа, я не хочу быть плохим». То есть нам нужен тот, ну к кому мы могли бы с вами обратиться вот с этими словами «Помоги мне». Итак, Писание заверяет нас, что Господь примет нас. Вот об этом эти слова апостолам. Примет нас и как наш священник, он привлечет нас в присутствие Божье, даст нам уверенность в прощении наших грехов и даст нам возможность найти милость и благодать в трудное для нас время. Аминь. Я приглашаю вас к молитву. Какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!